МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прошлом те времена, когда работников почты ругали за нерасторопность, несовременность и нежелание идти навстречу пожеланиям обычного трудящегося. Почта современная, по крайней мере, в Казахстане, это чуть ли не сборная самых передовых технологий. В рамках госпрограммы «Цифровый Казахстан» у нас есть 5 мероприятий. В частности, это первое, сокращение сроков доставки, потому что это влияет напрямую на электронную коммерцию, на развитие электронной коммерции в стране. И в рамках этого мы принимаем ряд мер, такие как сокращение сроков. С 18 до 6 дней мы уже сократили, и до конца года мы сократим еще до 3 дней. Кто бы мог подумать, еще каких-то 15-20 лет назад, что сотрудники почтовой сферы, которым нужен особый подход, сменят огромные весы с круглой шкалой и большие барьеры перед клиентами на искренние улыбки, современные высокотехнологичные устройства, встанут из-за барьерных стоек и помчат корреспонденцию и посылки со скоростью для казахстанца из 90-х фантастической. Электронная коммерция – это глобальный тренд. Казахстан в этом плане не отстает. У нас также он очень сильно развивается. То есть ежегодный рост составляет примерно 30%. Мы одна из немногих стран, кто ввел налоговые льготы, преференции для казахстанских интернет-магазинов. Вот так с легкой руки почтовых работников в стране создается все больше условий для развития электронной торговли. Которая также, как и торговля в режиме осязаемого магазина, тоже двигатель прогресса. В рамках цифрового Казахстана мы допускаем платежные инструменты. Электронный кошелек единого формата, карточки и так далее. Также в рамках цифрового Казахстана одна из тех миссий, которые мы за собой видим и которыми мы занимаемся, это повышение цифровой грамотности населения. Потому что повышенная цифровая грамотность, люди быстрее смогут адаптировать новые технологии. Ускорить доставку удалось благодаря применению современных технологий высокого полета. Расстояние, которое машина по бездорожью преодолеет за несколько часов, еще не факт, что преодолеет. Беспилотник проделает за какие-то десятки минут. В селе, где находятся на расстоянии более 100 километров, иногда бывает вне погоды или в горных местах тяжело машинами добираться. Такие именно населенные пункты мы посредством дронов доставляем в наши услуги. Это очень удобно и выгодно. Благодаря летающему Печкину доставка становится не только быстрее, но и дешевле. Плюс небесный Печкин, в отличие от наземного, сможет за день побывать в нескольких населенных пунктах. Дальнейшим будем расширять до уровня местных газет в отдаленные населенные пункты, которые находятся на удалении около 50-70 километров от районного центра, точнее от центра распределения, для того, чтобы минимизировать затраты на доставку традиционными методами. Часто бывает, что населенный пункт состоит буквально из 20 дворов, нагрузка на него небольшая, но из-за того, что газету необходимо доставить, приходится машине тратить полдня, чтобы по тяжелому рельефу, тяжелых погодных условиях довести газеты вовремя. Вот в этом случае как раз беспилотники свою эффективность доказали. Жители густонаселенных городов тоже вскоре будут избавлены от необходимости лишний раз вступать в контакт со специалистом-одушевлённым. Радость для интроверта. Печкин робот. Это вот робот Куаныш. Его основная задача консультировать людей. Он может общаться, может отвечать и задавать вопросы, поддерживать беседу. И кроме того, мы сейчас его обучаем обслуживать клиентов. То есть обслуживание в каком формате? Мы начали с того, что он может принимать заявки на карточку. То есть можно заполнить заявку на карточке прямо на его интерфейсе и через 5 минут получить эту карточку там через гибридный банкомат. И дальше мы будем спектр услуг, которые он оказывает, расширять. Цифровые технологии помогают существенно упростить нашу жизнь. И вот на смену душевному разговору со знакомым почтальоном приходит прагматичный диалог с бездушной машиной. Кому-то детище прогресса покажется уж слишком неживым. Другой же оценит время, сэкономленное на излишне произнесённых словах. Как бы ни было, оба оценят удобства, которые в нашу жизнь привносят цифровые технологии. Узнать о последних новинках из мира которых вы по-прежнему сможете из программы «Цифровой» в Казахстане. Субтитры создавал DimaTorzok